Здравствуйте дорогие друзья, с вами мастер Фиде Роман Ежов. Сегодня у нас завершился последний тур турнира претендентов. Завершился он уверенной победой Фабиана Каруана, который в последнем туре смог выиграть у Александра Гречука. Оторвавшись от ближайших преследователей на 1 очко. И теперь скоро мы будем следить за матчем Карлсона Каруана, который и выявит чемпиона мира. Остальные партии все закончились в ничью. Все были в упорной борьбе, ну пожалуй кроме Ароняна и Веслисо. Они достаточно быстро расписали ничью. И итоговая таблица выглядит следующим образом. Первое место Фабиана Каруана, 9 очков. Второе и третье место поделили Сергей Горякин, Шахрияр Мамедяров, 8 очков. На четвертом месте Дин Лежень, 7,5 очков. Пятое и шестое место поделили Александр Гречук и Владимир Храмник, 6,5. Седьмое место Увеслисо, 6 очков. И восьмое, замыкая таблицу, Ливон Аронян, 4,5 очка. И, естественно, я предлагаю посмотреть партию победителя этого турнира Фабиана Каруана, который смог выиграть в последнем туре у Александра Гречука. Значит, у нас была здесь защита Петрова. Александр Гречук решил сыграть Д4, на что последовал конь Е4. И вместо популярного хода слон Д3, Александр взял пешку на Е5. Черный играет Д5. Снова Александр здесь отказывается от хода слон Д3. Играет конь СБ на Д2. Происходит размен. Слон идет на Е7. Белый ставит слона на Д3. С5, С3, конь С6, рокировка. И здесь я немножко посидел с анализом и обнаружил любопытный ход, который, кстати, нигде еще не встречался. Даю вам на заметочку. Если вдруг у вас встретится подобная позиция за черных. Здесь есть очень любопытный ход G5. В последнее время ходы G4 и G5 вообще становятся популярными. И только поэтому я обратил в этой позиции свое внимание. Вот, а почему бы не походить так? Давайте порассуждаем, как должны действовать здесь белые. То есть я нашел логичный ход Ферзь Е2. Какие еще ходы возможны? Не знаю. Естественно, H3 ставить не надо. Это только помогает атаке черных. Ферзь Е2 мне кажется логичным. Развиваем Ферзя, соединяем две ладьи вместе. И после слона Е6 у черных легкая игра. Пешка идет на G4, другая подтягивается на H5. И атака на королевском фланге. Если посидеть над этой позицией с анализом, я уверен, можно выиграть у какого-нибудь даже очень серьезного шахматиста. В партии же было сыграно слон G4. Белые играют ладья Е1. Ферзь D7. Нападают на слона. Слон отходит, сохраняя связку. Слон F4. Черные ставят ферзя на Е6. Это хорошая позиция для ферзя. И здесь белые сыграли А3. Но мне этот ход лично не очень понравился. То есть идея этого хода понятна. Где-то хотят белые походить B4. И возможно начать атаку на ферзьевом фланге. Но уж очень неприятно вот эта связка. Я попробовал поанализировать ход слон Е2. Черные тогда должны делать рокировку. Ферзь D2. Мы ставим ладью на Е8. Здесь напрашивается прям вход такой конь D4. Который был кстати сделан в партии. Здесь должны съедать этого коня. Мы съедаем слона на H5. Должны съедать пешку. Ферзем есть на C3 нельзя. И за слон B4 теряется ладья. Поэтому надо съедать пешкой. Но черные все равно пойдут D4. Добьются того, что мы съедим. И походит слон B4. Здесь такая бешеная игра. D5. Ферзь должен отходить от нападения. Тогда мы слон G4 нападаем на ферзя. Черный съедает нашего. Мы съедаем вражеского. Теряется чернопольник. Мы съедаем коня. Bc. Теперь делаем подрыв. E6. Fe играть плохо. Будет слон E6 шаг. Но не уходишь же королем на H8. Верно? Поэтому для короля надо создать форточку. Чтобы в случае Fe слон E6 король смог стать на G7. Здесь в промежутке играет EF. Король F7. И слон E4. Абсолютно равная позиция. Разнопольные слоны. То есть я преимущества за белых здесь не нашел. В принципе его наверное здесь и нет. В партии сыграли А3. Черную рокировку. B4. Черные просто не реагируют. Играют H6. Делают простые развивающие ходы. Слон отходит на G3 на всякий случай. Чтобы не попасть под атаку. Вдруг какой-нибудь G5. G4. Делают профилактику. Но черные B6 укрепляют тоже свою пешечную структуру. И конь D4 следует. Слон съедает ферзя. Здесь это возможно. В моем варианте я отходил ферзем на D2. Чтобы не было потери ферзя. Белые съели на E6. Произошел размен. И здесь наверное достаточно серьезная неточность. Белые съели ладьей СА на D1. То есть если белые запланировали атаку на ферзьевом фланге. Ну если не атаку. То хотя бы игру на ферзьевом фланге. Логично ладью оставить на линии А. А ладью съесть ладью именно с E на D1. Я решил порассуждать как может развиваться ситуация. Например C4. То есть все как в партии. По аналогии с партией. Слон C2. B5 A4 A6 F4 Я не нашел просто у белых каких-то серьезных здесь проблем. Ну и у черных их особо то и нет. Но партию проиграли белые. А здесь у них точно никаких проблем нет. И мне кажется вот подобным ключом было бы лучше развивать ситуацию. В партии съели ладью СА на D1. Те же самые ходы. C4. Слон C2. B5. A4. A6. F4. Теперь здесь ходить. Ну не знаю. Не уверен. Здесь очень опасная атака начнется на ферзьевом фланге. И нам может пригодиться вот этот чернопольник. А если мы походим F4. То значит чернопольный слон отсюда уйти не сможет. Потеряет спешка на F4. Поэтому белый мне кажется логично играет F3. Чтобы в случае чего слон смог встать на F2. Черный играет слон G5. Вот белый переводит слона на F2. Слон F4. Напаль на пешку. Белый нападает на ладью. И теперь защищает свою пешку на E5. Черный напаль на ладью. Надо уводить ее. G5. Играют активно. Все верно. То есть здесь сейчас оба соперника играют сильнейшим образом. Не придраться к их игре. Ладья C8. Белый сразу переводит ладью на A1. Черный ладья E на D8. Слона уводит на B1. Черный играет ладья D7. И если здесь все было нормально. Играли сильнейшим образом. То здесь допускается серьезная ошибка. Играют ладья A3. Чуть позже к этому вернемся. Следовало сыграть АБ-АБ и залезть ладью на A6. Но и здесь позиция у черных значительно лучше. За счет вот этой сильной центральной пешки D5. Которая рано или поздно надвинется вперед. Сыграет D4. Надо будет ее съесть. И после этого пешка C станет опасным проходной. Также очень сильный чернопольный слон у черных. Который контролирует здесь вот эту диагональ. Не дает королю отсюда уйти. И вообще сковывает некоторые движения белых. И очень неприятно здесь смотрится. Слон на D6 кажется сильной игрой. Ой, сильной фигурой я имею ввиду. Но с другой стороны слон там завяз. И он уйти отсюда никак не может. Как и ладья на Е2, которая обязана защищать пешку Е5. Поэтому позиция белых хуже. Но после ладья А3 она разваливается в момент. Черные играют D4. Надо съедать на B5. Теперь надо съедать на D4. Нельзя позволять, чтобы черные сыграли D3. Тогда мы еще и без белопольника останемся. СД съедает конем. Ладья А2. Конь идет обратно на C6. Контролирует поле А7. Ну и заодно нападает на пешку Е5. Белый играет слон Е4. Отдают пешку на Е5. Съедает зато коня. Ладья Д6. Слон Б5. То есть единственный шанс белых это зацепиться за разнопольные слоны. Пока все поровну. Разнопольные слоны. Какие-то чисто теоретические шансы у белых остаются на ничью. Но пешка С здесь очень сильная. И Фабиано Каруано очень грамотно здесь играет. Ладья Ж1 напал на слабую пешку. Надо двигать короля вперед. Теперь ладья ее защищает. Ладья идет на Б1. Нападает на пешку Б4. Белые делают шах. Король уходит. Напали на ладью. Черные в промежутке нападают на короля. Король ушел. И ладья Д8. Белым ничего другого не остается. Как походить ладья С2. Чтобы пешка вообще не двигалась вперед. Угрожала С3. И ладью поставить на Б2 шах. После размена пешка проходит к ферзи. Поэтому приходится отдавать пешку на Б4. Черные ее естественно съедают. Слон С6. С3. Брать пешку нельзя. Закончится все матом. На ладья С3 последует ладья Д2 шах. Король должен отходить. И ладья Б1 мат. Ну вот мат. Белые сыграли ладья Д7. Черные ладья С8. Надо уходить слоном. Опять нельзя было съедать эту пешку. Ввиду хода ладья Б6. Остаются белые без слона. Здесь связка. Поэтому слон Е4. Черные играют Х5. Король подходит к пешке. Черные играют ладья Б2. Пожалуйста, если хотите, съедайте, конечно. Но мы поставим вам мат на Д2 теперь. Приходится Александру отходить королем на Е2. Черные играют А4. Затыкают здесь пешку. Контролируют полностью поля. Пешки стали по черным полям. Которые защищают как раз свой слон. Белые играют ладья Д1. И черные подводят своего короля вперед. Ладья А1. Освободилась линия Д. Фабиано сразу же залезает сюда ладьей. Ладья Д1. Отказывается Фабиано. Фабиано играет на выигрыш. Надо сказать, что в этот момент, как раз в этой ситуации, Корякин закончил свою партию в ничью. И, соответственно, уже не представлял здесь никакой угрозы для Фабиано Коруана. Потому что проиграть эту партию Фабиано уж точно никак не мог. Мамедьяров в этот момент еще играл свою партию. Но позиция была равная. Мамедьяров причем был без качества. Но у него были пешки. Но я более чем уверен. Фабиано Коруана видел, что там должно все закончиться в ничью. Но Фабиано, тем не менее, продолжал играть эту партию на победу. Естественно, с такой пешкой на С3, почему бы нет? Слон Д2. Ладья А6. Ладья возвращается обратно на Д8. Другая ладья встала на Б1. Где-то, возможно, сейчас ладья Е1. Король на всякий случай уходит. Черный уводит ладью на А1. Чтобы никаких там ладья С3 не было и удара от слона. Белый играет ладья С4. Черный предлагает размен. Белые отказываются. Ладья Б4. Перевод ладьи. Хотят ее поставить на Б1. Белый играет Король Е2. И здесь черные могли закончить партию. Следовало здесь сыграть ладья Е1. Король Ф2. И ладья Б1. С идеей слон Е3 мат. Защиты нет. Ладья С5. Шаг если дадим. Просто уйдем. Слон Е3. Угроза остается. Черные сыграли Король Ф4. Белый играет Король Ф2. Не пускают Короля на поле Ж3. Черные заканчивают свой перевод ладьи. Следует шаг. Король уходит. Слон Д3. И ладья Б2. Предлагаем размен ладьи. Естественно белые отказываются. Король Е2 играет. Шаг. Король должен отойти. И ладья С1. Здесь уже черные заставляют разменяться ладья. Происходит размен. Ладья Б8. Надо защищать пешку. Слон Е4. Следует шаг. Король отходит. И черные идут на поле Ж3. Пешки Ж2. Ладья Б4. Защищает коня ходом... Ой, коня. Слона ходом Е5. Ладья Б7. И король Ж3. Здесь Александр Игорячук решил задаться. Не стал мучиться. Итак. Совсем скоро будет уже матч между Карсоном и Каруаном. Где мы узнаем имя нового или старого чемпиона мира. А на этом все. До новых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова